Ну теперь ты точно в туалете находишься. Лампочка ему там светит все. Как тебе там уютно? Стульчак опусти, что ты все время его оставляешь-то открытым? Я не разговариваю и вообще не общаюсь с людьми, когда я это делаю, все. Светому хотя бы дай туда все. Ну ладно, всем привет, дорогие друзья. Меня зовут МД Рамон. И добро пожаловать в краудшоу. Со мной сегодня играет Тюна. Привет всем. Ну а поскольку Рич Макут с нами не разговаривает, пока он занят. Ты знаешь, у тебя очень правильного цвета стенки в туалете. Давай тогда дверь что ли здесь сделаем. Это не дверь, это... Ну а что это? Уйдите, уйди отсюда. Перестань что-то делать. Слушай, туалет у нас один, а живет нас здесь трое, так что давай быстрее лучше что ли. Я первый был, кто первый стал, того и сундук. Может не надо, Роман? Ладно, я воду поэкономлю. Давайте следующий. Пойду опустошу свой лазер. Какое милое название. Все разное себе дают. Что ж там интересного увидел? Нового и неожиданного. Стыд-то какой. Позорище. Это мы все в интернете покажем. Почему ты это делаешь вверх? Рич, как мне действительно выбирается человеком в такой момент. Тебя учили, что делается по-другому и в другом направлении. Я эквилибрист, я делаю это по-своему. Эквилибрист там себе настолько не трогай. Я могу это сделать даже стоя на руках. Рич, ты все это подобрал? А, тебе нужно, но я тебе отдам. Нет, 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 нет. Все, друзья, давайте продолжим, чем мы, в принципе... Пер-ас-пера-ад-а-стра. Пер-ас-пера-ад-а-стра. Это вы все идиоты, я не хочу иметь с вами никакого... Ничего общего, да? Так это переводится. Нет, это... Через-тернии к звездам. А-а-а... Через это пер... Ку это... А ад или эд? Ад. Ад. Ты пишешь, так читаешь. Пер-ас-пера-ад-а-стра. Теперь я знаю, что астры это звезды. Круто. Страничка в Википедии в Майнкрафте. Страничка в Википедии в Майнкрафте. Да. Наша постоянная рубрика. Да. Я сейчас... У меня... Не знаю. А почему мы... Не, мне понравился тот контраст только что, который у нас произошел, если честно. То есть от вот этого... С раскидыванием базальта вокруг себя. Базальта. Ну, я так и сказал, базальта. Теперь будут так называть. Сразу же... Сразу же к... От... Через тернии к звездам на латыни. Угу. Хорошо. Это так... Болело, так сказать. Да, у нас зрители. Привет! Ладно, друзья. Подписывайся на ютубе, потом посмотришь. Чем мы занимаемся сегодня? Вот, ладно, так кивнул и ушел. Такой, ну, а че ему? Мы сегодня добываем то, чего у нас давно не было. Ресурсы. Да. Потому что мы поняли, что начался тотальный... Дефицит. Дефицит, да. И вообще у нас железо уже закончилось почти. То есть у нас там осталось что-то... То есть железо мы делаем вообще все. Два стека, по-моему, да. А железо у нас реально ресурс. И эндерперлы, и алмазы, и золото, и вообще... Даже не знаю, что еще мы можем делать из золота, ну, и из железа. Поэтому... Големов. Много всего полезного. Здесь у нас, как видите, сортировочная машина, а мы начинаем потихоньку налаживать все это дело. Ну, налаживать в смысле не накладывать, а налаживать. Я сейчас совершенно правильно применил это слово. А я не против. Я слежу за твоей мыслью. Голова, голова варит. Отлично. Варит. И здесь мы добавили еще одну сортировочную машину. Потому что беда-беда. Места вообще не хватает. И здесь, как видите, мы сортируем шарды, зайкориум, эмбер, и танкстон, и синнабар. Все это будет идти в один общий сундук какой-нибудь. Я даже не знаю, какой. Пускай это будет... Подведи сюда зрителей. Давай им покажем, что мы с ними победили. И оранжевая труба. А, ну да, хорошо. Чуть и есть. ВКонтакте. Главный сундук. Это у нас. Это сундук, куда отправляется все то, что не отправляется в сундуки определенные. Сюда отправляется все то, о чем сортировочная машина не знает. Вот у нас тут указано, желтый цвет. Куда мы будем отправлять? Давайте сразу решим вот из этого, из второй сортировочной машины. Взаймем. То есть, в общем-то, много места, на самом деле, тут очень много всяких предметов, да, вроде бы. Но на самом деле много места оно занимать не будет. Ну да, оно в одно место будет отправляться, да, у нас? Ну да, все в один сундук. Может быть, в черный? Да, давай в черный. Отлично. Там магия, все дела, колдовство. Все, это у нас черный сундук. Можно теперь даже, в принципе, включить... Да, это вот этот режим. Все, пускай куролесит себе. Все, эта машина активна уже. Куролесит, классное слово. Что? Ну, режим... Как карусели. Куролеси. Вот, кстати говоря, существительное слово куролесить какое будет? Куролесь? Куролесиние. Наверное, все же карусели. Ну, тогда каруселит. Куролесиние. Хорошо, ладно. Или крафтфель. Точно. Это вот все... Кура вообще с латыни, это забота. Так же идет. Неплохо. А куры с русского, это такие штучки, за которыми петухи гоняются. Да. Мы продолжим, да, я думаю? Печенькой по лбу. Как всегда, такое наказание у нас в игре. Я думаю, даже эта серия будет у нас назваться Куролеси. Прекрасное название. Я прилип, по-моему. В общем... В общем, смотрите. В зеленый сундук мы отправляем кобл и грязь. И это у нас золотой сундук, потому что... Ну, это мы точно уже знаем, что этого будет просто дофига. Гафигав. Дофига. В синий сундук можно отправлять... Руду. Не, знаете что? Я, наверное, переставлю все-таки. Я сделаю немножко по-другому. Я переставлю сундуки. Все сломал. Ну, будет логично, если сначала будут идти золотые, а потом уже железные. Не, ну... Не, в смысле... Смотри, их можно всегда улучшить все равно. То есть такое дело. Но просто, поскольку у нас ресурсов очень мало... Я переставлю вот так в красный сундук у нас. Теперь будет идти кобл с грязью. Вот так. А здесь просто вот эти два сундука. Это будут у нас... Руда. А другой сундук, это у нас будут... Как их? Блин, опять заключил этот сундук. А второй сундук, это у нас будет всякая пыль. И суета-сует. Поэтому в синий, я думаю, будем отправлять руду. Тогда уж. Вот это вот. Который у нас еще пока что, кстати, не вся руда. Ну, и потом, впоследствии, мы в подвале сделаем автоматическую переплавку всей этой руды. И перегонку. Вот так, все. Руда идет в синий. А в зеленый пыль. И суета-сует. Угу. Вроде так. Так, не так. Вроде так, все. Проще, наверное, назад классать. Ну, и апатит туда будет идти. Его достаточно мало. Пускай там с ними тусуются. Все. Дальше. Мы хотим отправлять... Флинт, гравий, песок, сэндстоун. Куда? Вот это вот еще. Вот это вот. Ну, туда, подальше. Может быть, в золотой тоже будем отправлять? Мне кажется, что этого тоже добра будет навалом. А у нас сундуков-то хватит вот на это все? Ну, я один добавил вот с железной. Покрасить его нужно будет еще в какой-то цвет дополнительный. Так, может быть, и хватит. Надеюсь, что да. Давайте в желтый отправлять вот это добро. Сейчас, где у нас тут желтый? Вот. Желтый тоже хороший цвет такой. Ну, да. Потому что он очень близок к оранжевому все-таки, да? Нет, потому что я люблю желтые стены. Желтые стены? Мягкие желтые стены. Не знаю, они вызывают у меня некое беспокойство. Желтые стены. Желтые стены. Ну, так они должны быть мягкими для этого. Ну, чтобы все нормально было. Мягкие желтые стены? Мягкие желтые. Пластилина, что ли? Ну, как вариант? Из пластилина. А Тюна занимается... Я даже не знаю. Расскажи нам свою идею. У меня было лишнее ведро воды. Все, вопрос исчерпан. На самом деле, пока мы готовили серию, тут в этой комнате вырастали такие конструкции немыслимые. И просто это все дело продолжается. Так, смотрите, получается, что у нас вот есть... Это же магента. Вроде нужный цвет, вроде правильный. В магенту у нас отправляется... Как ты хорошо называешь его, магента. Да. Как Тюна правильно называется этот цвет? Попорный. Вот, правильно. Сюда вот обсидиан, мрамор. Мрамора тоже может быть очень много. Если вдруг наткнемся на него, его тут будет просто дикое количество. И остается... Ты всегда этим пугаешь. Чё, пугаю? Я, наоборот, этому радуюсь. Много мрамора не бывает. И у нас остается один единственный Red Cobblestone, ради чего, в общем-то, вся эта фигня и затеялась. Угу. И у нас на него нет цвета. Какой у нас цвет? Светло-голубой, да, например, мы можем сделать? А чё бы нет? Кирпичный. Хм, лапис нам нужен для этого. Есть. Что там еще нам нужно? Ведро. Ну, ведро у нас, я помню, я сделал много. У Тюны есть. У Тюны точно есть ведро. Нет, нет, нам нужно другое ведро. Кисточка у нас тоже есть. Отлично. Залей сундук. Всё, здесь у нас флакс. Два флакса. Лапис. И ведро. Всё, краска есть. О, не, надо было покрасить же светло-голубой. Блин. Лапис. Теперь у нас лишнее ведро синей краски. Всё нормально. Мы кому-нибудь подарим. Всё хорошо. Зачем ты меня смываешь со столба? С моего постамента? Ты памятник, что ли? Памятник Ричу. Я памятник себе воздвиг, не рукотворный, И к нему не зарастёл народная тропа. Это я сделала. Это мы все помним. А дальше? Угу. А дальше не помню. Кстати, не так давно перечитывал. Да, не помню. Так, теперь нужно всё правильно сделать. Всё, да. Светло-синяя, голубая краска. Кисточка нужна. Чистая. Вот, есть. Всё. Есть. Ура. Да я тоже в шоке, что получилось со второго раза. Смотри. А не с пятого. Зрители на ура твоё реагировать начнут. Да. Так, и тогда нам здесь ещё трубу надо добавить, получается. Угу. Ну. Нет. Тюна, ну прекращай, пожалуйста. Блин, так тяжело перемещаться. Она пытается меня сбить с толку. А я стою на толке. Да. И я прилип к толку. И читаешь толки она. Так, и покрасить. Ну всё, у неё получилось. В общем, друзья, как обычно, Крафтвиль вернулся. Я надеюсь, вы рады. Рамон занимается неинтересным делом, а всё интересное остаётся за кадром. Например, игра с мой Ричи. Типа того. Этот сундук, наверное, мы всё-таки тогда уберём. А может кто-то сходить, пожалуйста, на промзону, забрать посередине вот тот, который стоит телепортер? Телепортер. У Ричи есть книжечка? Я просто туда не хочу идти, чтобы не спойлерить пока что нашим зрителям, что система уже готова. Хи-хи. Готова к испытаниям промышленным. Поэтому мы не только фигней страдаем. Ну вот эта штука, которая стоит тут посередине, очень неудачная не к месту, да? Да. Ну вот, кака свиня. Именно она, да. Что-то она как-то долго рушится. У тебя же есть ключ. Хаммером. Хаммером. А, ключ. Шифт, правый клик. Шифт, правый клик. Всё есть. О боже. Не, она бы не разрушилась, машина, но... Кто знает? Я знаю. Не разрушилась бы. Хи-хи. Тюна, ты... Вот я тебе говорю, у тебя прям дар. Только я... Только я беру сундук в руку. Думаю, сейчас поставлю вот сюда. И прямо в этот же миг, когда я нажимаю правым кликом, Тюна проходит мимо меня, машет своим инструментом и исчезает из поля зрения. Просто такая мимо проходит, такая... Трололо! И дальше пошёл. Хм. Хм? 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 Хм. 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 У меня ничего не получается. Что значит ничего не получается? То есть, значит... Ну, вернее, может быть, и не то, значит, но у меня ничего не получается. Тюна, иди, помоги мне. Берёшь... Ты нас ващит на помощь. Берёшь Кресент Хаммер в руку. Покажи мне, где правый шифт. Приседаешь. Или левый шифт. Любой шифт. Приседаешь. Шифт над контролом находится. Шифт. Со стрелочкой такой, да? О, боже мой. А, кстати, действительно не получается. Ну, разрушайте его тогда. Мы ж не разрушим. Или просто без шифта правым кликом по нему кликните хаммером. Не получается. Нет, а если без шифта заходишь в интерфейс? Ломайте. Ты сказал, но не сломается. Ты это точно знаешь. Ломайте, говорю. В смысле, он не разрушится. Я это имел в виду. А-а-а. Хорошо. Чё-то как-то долго ломается. Мне тут одиноко и грустно и холодно. Без нас одиноко и грустно. Я не знаю. Съешь печеньку? У тебя по-любому есть. Ты знаешь, есть. Я знаю. У меня на вчерашнем стриме этих печенек было, я даже не знаю сколько. Там по всей окружности. Мечестая. Самая, самая бесполезная еда в Майнкрафте. И у меня её много. Чё-то он не ушится. Да что ж ты будешь делать? Он тут какой-то вечный. Мы вдвоём так его ручим. Слушай, он может быть это, не знаю. Выкупил себе это место. У него договор аренды есть? А почему? Я откуда знаю? Руки у вас такие. Кто знает почему? Ну такой же ключ, да? Такой же. Одинаковый просто. Да какого? А может быть из-за того, что ты ставил? Он на паблике стоял. Он для всех был доступен. Ну а может из-за того, что я. Верните, пожалуйста, агрегат. Он очень дорого стоит. Очень много. Всё, Тюна исчезла. Тюна. Обсидиановая труба у меня. Она нам не нужна. Баха. Ставь. Тюна, ставь его прямо сюда. А не ставь. Уйди. Теперь проверим. Так, частота 1. Красный кобал. Так. Так. Настройки. Public access. Только отправлять. Вчера мы целых полтора часа мучились с этой фигней. А в итоге оказалось всё так просто. Просто намучили. В общем, для тех, кто видит эту машину впервые. Называется она Item Tesseract. И это новый предмет в Thermal Expansion. Тессерактов таких много. Если мы напишем хотя бы Tess или Tessie, мы увидим. Ну, в конце Tesseract Frame и Unattuned Tesseract. В общем, это детали для конечных уже продуктов, которые называются Energy Tesseract, Liquid Tesseract и Item Tesseract. Ну, и по названию вы прекрасно понимаете, что это для энергии, для жидкости и для предметов. И эти предметы, эти машины умеют телепортировать указанные вещи, предметы, энергию и жидкости на расстоянии. То есть это прекрасная замена Faced Pipes. И к тому же Tesseract намного лучше программный код у них. Они намного меньше нагружают серверную площадку. И я всё-таки, наверное, перешёл бы на них вместо Faced Pipes. Особенно если использовать энерготрубы из Thermal Expansion, ничего взорваться не будет совершенно. И это радость. Всё, а отправляет, там на той стороне у нас принимает. Давайте посмотрим, отправится ли что-нибудь. Какого-то есть красный кобал? Нет, ну он же тут был. Был? Ну где-то был. Нету с собой. Ты уверен в этом? Ну был. А это я могу сказать. Был, да с был? Да. Сейчас. Нет красного кобала. Так нам же его добыть надо. Добавить. Вот, куда его положить? В сундук. Рядом. То есть, внезапно из квори прибывает Red Cobble, да? Со всем остальным стафом. А ты же эту не включил? Кого? Сортировочную машину. Ну вот, сейчас, сейчас тестируем момент истины. И давайте теперь посмотрим всю эту схему в действии. Готовы? Лучше всего снизу, конечно, смотри на это всё дело. Да, тут важно бамс. И всё. И поехали. Уи! Вот пошло-то, а. Что-то ушло, кстати, в белый. Кобал. Кобал решил не идти туда, куда ему сказали. Ну, у него могут быть свои какие-то. А я сказал ему, куда ему идти вообще? А там точно? Вот я что и спрашиваю. Я ему сказал? Нет, не сказал. Всё. Сейчас скажем. Но отсортировалось, как видите. Здесь у нас руда. Здесь у нас пыль и готовые уже ресурсы всякие. Пусто. А здесь у нас флинт. Я пускаю? Сейчас, подожди, я же проверяю. Всё, нормально сортируется. А ты Кобал забрала, да, обратно? Да. Давай. Давай. Итак. Бамс. Всё, пошёл по правильному пути. Всё, как надо. Теперь посмотрим, примет ли наша машина этот айтем. Или придётся здесь сейчас просто выделываться по полной. Не, вроде принял. А теперь туда, на промзону, быстрее, пока не поздно. Посмотрим в сторону приёма. Да, отлично. Да, отлично. Всё пришло. Е-е-е-е-е, друзья. Я вас поздравляю. Мы успешно завершили эту миссию. Ну, молодцы. Да, где-то, молодцы. Относительно завершили, но точно успешно. Ну, основную задачу подачи красного кобла из сортировочной системы мы сделали. Ну, и тут всё. Да, и я, наверное, сейчас вам расскажу, как это всё работает быстренько. Ну, вот видите, сзади вот этот у нас уже приёмник стоит предметов. И у него тут указано только получать, и он на первой частоте. Всё просто, на самом деле. И сейчас мы расскажем вам, как это всё работает. И смотрите, мы быстренько сделали, во-первых, день и ночь. День и ночь, что? Поспали. День, и избавились от дождя. Кстати, мне напомнили. Принимать и получать. Каждый раз мне пишут это, я говорю, да что ж такого-то? Ну, всё нормально. Потом мне говорят, принимать и получать это одно и то же. Я такой, точно. Я часто говорю, принимать и получать. Ну, send and receive, да, на трубах там. Отправлять и получать, конечно же. Так что да. Ладно. Смотрите, какая у нас система. Вот здесь у нас с этой стороны, вплотную к нашей печи. Powered Fenners. К бетонной плите. Да. Находится этот самый приёмник, который я вам уже показывал. Далее. Мы в прошлой серии прям долго маялись, да, вот с этим вот карпентером. То есть всё там, как это всё сделать. Между вчерашним стримом и Тюна подбегает и забирает сразу же блок. Вот я не могу. Что ж такое-то? Я просто была рядом. Там не всегда. Просто рядом. Она просто ловко. Слушай, ты вообще спортом каким-нибудь, может быть, большим там занимаешься, где нужна там ловкость. Футбол американский не играешь? Не, да. Опять. Я не могу. Тюна юная рэгбистка. Ты когда в ной копал, стой. В общем, система... Привет. Ну что за херня? И мы вернулись. Всё, успокоились. Всё. Всё серьёзно. Зен, чьи, да. Вся фигня. Система до безумия проста на самом деле. Здесь у нас стоит Эквоз-аккумулятор. То есть я здесь тоже блок сейчас уничтожу. Ну видите, слева, справа блоки воды. То есть стандартная работа Эквоз-аккумулятора. Смотрите, как я сказал, совершенно простая система Эквоз-аккумулятор по ликвидации... Спак, зашибись, блядь. Друзья, вы могли бы мне помогать, что ли? Это ведь. Мы пытаемся тебе не мешать. Всё, хорошо. У нас серия подходит к концу. Нужно хотя бы успеть рассказать нашим зрителям, что здесь мы придумали. Я придумал. Всё, раз вы не хотите помогать, я правду буду говорить тогда. Я придумал. Между стримом я вот этой фигнёй занимался. Между стримом и сегодняшней серии. Привет, Тюнов. Привет, голова Тюна. Слушай, а ты туда спустилась покушать? Почему-то да. Рассказывайте дальше, короче. Смотрите. Вода поступает по ликвидации в Карпентер. И Карпентер от этого работает. Карпентер молодец. В нём происходят процессы, которые... Это я могу. В нём происходит процесс, который нигде не описан. Неожиданно. Обожжённый красный Кобблстоун у нас превращается в... В телепортатор. Таким нехитрым образом я намекнул моим друзьям, что у меня есть админские привилегии. Всё, короче, давайте уже заканчивать нашу серию. Да, всё серьёзно. Да-да-да, я знаю, как вы серьёзно ко всему этому относитесь. Так, на чём ты закончил? Я же почти объяснил, да. Я закончил на том, что мы превращаем красный обожжённый Кобблстоун... А что мы там превращаем? В глину. Да. Нет. Что? Что нет? Мы не делаем этого? Делаем, делаем, рассказывай. В глину. Значит, мы не превращаем красный обожжённый в Кобблстоун, не в глину. После этого он... Подожди, 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 подожди. Забирается. Подожди, подожди, нет, нет. С помощью вот этого вот... Рич. Подожди, ну не спеши вперёд. Сейчас нам надо далеко назад вернуться. Ты забыл сказать, что... Я не забыл. Во-первых, что у нас Carpenter отлично работает с Thermal Expansion, и, как видите, Carpenter может принимать энергию от труб из Thermal Expansion. Это очень важный момент, на самом деле. И это владует. Также Carpenter прекрасно работает рядом с Powered Furnace, которая, как мы видим, её настройка вправо. Вот у нас оранжевый цвет. Оранжевый цвет. Заметь. Это выход предметов, и предметы идеально попадают... Оранжевый цвет, это естественно. Прямо в инвентарь Carpenter. То есть нам здесь не требуется никаких труб, ничего. И что вода, в том числе, из Equus Аккумулятор, также прекрасно работает с Carpenter, и также попадает туда, куда и следует попадать. То есть здесь мы очень сильно сделали, ну, довольно сильно компактную систему, благодаря Thermal Expansion, что круто. Но Carpenter вообще удивляет. Вот он так может обходиться с красным кирпичом. Он может так прекрасно... Да, да. Forrestry вообще крутой мод. ...взаимодействовать. Всё, и мы уже превысили нашу планку, на самом деле. В общем, да, обжигается глина. С помощью от Arky Gate посылается сигнал на деревянную трубу. То есть пульсация идёт, замена Redstone-двигателю, с помощью которого мы забираем уже вот здесь отсюда из этого слота клей. Этот клей попадает, опять же, в Powered Fionnus, где обжаривается, превращается в кирпичи. И поскольку Powered Fionnus у нас работает на электричестве, этот блок может сам самостоятельно выталкивать предметы. И почему-то Carpenter не захотел этого делать, хотя он тоже на энергии работает. Но это Forrestry. Предметы автоматически идут в автоверстак, где складываются вот такой вот рецепт, и мы получаем наши блоки кирпичей, которые забираются с помощью от Arky Gate и помещаются в этот сундук. На этом всё. Спасибо за внимание, просмотр окончен. Минутка у нас ещё есть, я думаю. Теперь, когда Рамон ничем не занят, вы можете потроллить его. Да-да, вот Рамон встал такой, тролльте меня. Тролльте меня. Это что такое? Это как троньте меня. Ну, в смысле, на трон меня посадите. Не, я просто к тому, что... Хочу обратить ваше внимание, что у вас способности к троллингу просыпаются исключительно в тот момент, когда начинается что-то более-менее серьёзное происходить, то есть объяснение чего-нибудь, постройка там и так далее. Внезапно включается... Нет, подожди, это не троллинг даже называется. Это закон сохранения серьёзности в Майнкрафте. Вот он есть, я его вывел, обосновал, сжёг и закопал. Ясно. Когда начинается что-то серьёзное у одного, другой тут же начинает делать что-то весёлое и неадекватное. Чем больше адекватности у одного, тем больше неадекватности у другого. Это выводы из моего закона. Минутка закончилась? Тюна, твоя минутка. Абсолютно. Ну, дай печеньки хотя бы всем. Стесняшка. То столб построит, как на стриме было, что-то... Что-то на какой-то ситуации произошло, Тюна не знала, что ответить, построила просто столб в воздух и всё. И пара-парапау. Я думаю, я думаю... О, привет, Тюна. Твоя минутка тебя всё так же ждёт. Потому что это была пока что мин. Секунда. Просто Тюна у нас иногда бывает обижается, что мы не даём ей сказать, что она хочет говорить. У меня нету... Тюна говорит своими действиями. Мим. Тюна мим. Она говорит, попробуйте зайти в комнату и не наступить на торт. Или на печеньку. А, ну да. Ну ладно, друзья, на этом мы заканчиваем наш затянутый выпуск. Со мной сегодня играла Тюна. Пока-пока, удачи всем. Хоть что-то сказала. Рич Маквуд. Всё будет закон сохранения Маквудости. Маккрутости. Да. Да. Меня зовут М.Джерамон. Единственный светлый луч адекватности в этом тёмном царстве. Не льсти себе. А я буду льстить. Вы не льстите. Хоть кто-то должен в этом мире из трёх человек льстить кому-то. Вот я хотя бы сам себе польщу. Хорошо. Льсти себе. О, великий Рамон. О, создатель. Да не, не, это не лесть. Это что? Разве не лесть? Как это называют? Ладно, неважно. А то это сейчас уже во вторую серию перерастает потихоньку. Меня зовут М.Джерамон. И мы здесь закончили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok